Добрый день, уважаемые коллеги! Тема сегодняшнего урока – электромагнитное излучение. План сегодняшнего урока мы рассмотрим с вами электромагнитное поле, что такое электромагнитные волны, свойства электромагнитных волн, опыты Герца, виды излучения и решения задач. Цель сегодняшнего урока – обобщить и систематизировать изученный ранний материал о всем диапазоне электромагнитных излучений. Сегодняшний урок позволит начать со стихов русского поэта Якова Полоцкого, который жил в XIX веке. Царство науки не знает предела. Всюду следы ее вечных побед. Разума, слово и дело, сила и свет. Этот поэт жил в XIX веке. Именно более 100 лет назад, фактически с начала XIX века, продолжалось открытие все новых и новых волк. Единство волк было доказано теорией Максвелла. До него многие волны рассматривались как явления разной природы. Сегодня мы обобщим знания об электромагнитных волнах, которые разделены на различные диапазоны по частотам, но не по способу излучения. Открытие электромагнитных волн – замечательный пример взаимодействия эксперимента и науки. На нем видно, как физика объединила, казалось бы, абсолютно разнородные свойства электричества и магнетизм, обнаружив в них разные стороны одного и того же физического явления. Электромагнитного взаимодействия. На сегодня это одно из четырех известных фундаментальных физических взаимодействий, к числу которых также относится сильное, слабое и гравитационное взаимодействие. Уже построена теория электрослабого взаимодействия, которая с единых позиций описывает электромагнитные и слабые ядерные силы. Имеется и следующая объединяющая теория – квантовая хромодинамика, которая охватывает электрослабое и сильное взаимодействие, но ее точность несколько ниже. Описывать все фундаментальные взаимодействия с единых позиций пока не удается, хотя в этом направлении ведутся интенсивные исследования в рамках таких направлений физики, как теория струн и квантовая гравитация. Взаимосвязь между электричеством и магнетизмом была обнаружена впервые в 1820 году датским ученым Гансом Эрстедом. Сущность его экспериментов сводилась к тому, что Эрстед вокруг проводника с током обнаружил магнитное поле. Электромагнитные волны были предсказаны теоретически великим английским физиком Джеймсом Кларком Максвеллом. В своей работе в 1862 году о физических силовых линиях он подробно описывал эту теорию, хотя официально эта теория вышла в 1867 году. Он прилежно и с огромным уважением пытался перевести на строгий математический язык немного наивные картинки Майкла Фарадея, описывающие электрические и магнитные явления, а также результаты других ученых. Упорядочив одинаковым образом все электрические и магнитные явления, Максвелл обнаружил ряд противоречий и отсутствия симметрии. Согласно закону Фарадея, переменные магнитные поля порождают электрические поля. Но не было известно, порождают ли переменные электрические поля магнитные. Избавиться от противоречий и восстановить симметрию электрического и магнитного полей Максвеллу удалось, введя в уравнение дополнительный член, который описывал возникновение магнитного поля при изменении электрического. К тому времени, благодаря опытам Эрстеда, уже было известно, что постоянный ток создает вокруг проводника постоянное магнитное поле. Новый член описывал другой источник магнитного поля, но его можно было представить как некий воображаемый электрический ток, который Максвелл назвал током смещения. Чтобы отличать от обычного тока в проводниках и электролитах, тока проводимости. В итоге получилось, что переменные магнитные поля порождают электрические поля, а переменные электрические – магнитные. И тогда Максвелл понял, что в такой связке колеблющиеся электрические и магнитные поля могут отрываться от порождающих их проводников и двигаться через вакуум с определенной, но очень большой скоростью. Он вычислил эту скорость, и она оказалась около 300 000 км в секунду. Таким образом, электромагнитное поле – это совокупность электрических магнитных полей, которые могут переходить друг в друга. Математически этот процесс описывается уравнениями Максвелла. Также электромагнитное поле – это область пространства, в которой наблюдается электромагнитное взаимодействие, например, пробного заряда в конкретной точке пространства с этим полем. Процесс эволюции и возмущений электромагнитных полей называется электромагнитными волнами или электромагнитными излучениями. Примерами электромагнитных волн является свет, в том числе и инфракрасное, ультрафиолетовое излучение, радиоволны, рентгеновское излучение и гамма-излучение. Определение электромагнитной волны. Следующее. Электромагнитная волна – это передача сгустков электрической и магнитной энергии через пространство. Она может распространяться и в воздухе, и в металле, а самое главное – в пустоте, в вакууме, что ее отличает от механических волн. И если ее пропустить как бы порциями, импульсами, то большей, то меньшей величины, выйдет так, что мы передаем информацию. Электромагнитному излучению присущи разнообразные свойства, благодаря которым электромагнитное излучение находит широкое применение. Рассмотрим свойства электромагнитных излучений. Электромагнитные излучения, электромагнитные волны отражаются. Отражение электромагнитных волн от препятствий, которые встречаются на их пути. Отражение происходит в соответствии с законами. Под каким углом электромагнитные волны падают на поверхность, под таким они и отражаются. Подробно свойства электромагнитных волн будут изучены нами при изучении раздела физики оптика, геометрическая оптика и волновая оптика. Дифракция электромагнитных волн. Дифракция или огибание волнами препятствий является отклонением волн от их прямолинейного распространения. Интерференция электромагнитных волн. При распространении электромагнитных волн наблюдается сложение в пространстве волн, при котором образуется постоянное во времени распределение амплитуд, результирующих колебаний. Преломление электромагнитных волн. Электромагнитные волны меняют свое направление при переходе из одной среды в другую. Дисперсия электромагнитных волн. Дисперсия электромагнитных волн есть зависимость показателя преломления от частоты или длины волны. Поляризация электромагнитных волн. Поляризация является свойством, доказывающим поперечность световых волн. Электромагнитные волны, которые так классически были предсказаны Джеймсом Кларком Максвеллом, были обнаружены великим немецким физиком Генрихом Герцем. Для получения электромагнитных волн немецкий ученый Генрих Герц использовал простое устройство, представляющее собой открытый колебательный контур. Открытый колебательный контур был получен из закрытого колебательного контура путем раздвижения пластин конденсатора и уменьшения их площади. Таким образом, Герц пришел к проводу, разделенному воздушным зазором. Электромагнитные волны обладают очень важной характеристикой энергии. Энергия электромагнитного излучения, приходящаяся за время дельта Т на поверхность, называется интенсивностью или мощностью излучения. В результате математических расчетов мы видим, что интенсивность электромагнитного излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника. Так как характеристики электромагнитной волны, напряженность электрического поля и магнитная индукция прямо пропорциональны квадрату частоты, а интенсивность прямо пропорциональна частоте, то в результате интенсивность пропорциональна четвертой степени частоты излучения. Диапазон электромагнитных волн широк. Низкочастотное излучение радиоволны, инфракрасное излучение, видимое излучение, ультрафиолетовое излучение, рентгеновское излучение, гамма-излучение представляют собой различные виды электромагнитного излучения. Если мысленно разложить эти виды по возрастанию частоты или убыванию длинной волны, то получится широкий непрерывный спектр шкала электромагнитных излучений. Все диапазоны шкалы электромагнитных излучений имеют общее свойство. Рассмотрим подробно различные диапазоны электромагнитных излучений. Низкочастотное излучение возникает в диапазоне частот от нуля до двух на десять четвертой степени герц. Этому излучению соответствует длина волны от 1,5 на десять четвертой степени до бесконечности метров. Излучением таких сравнительно малых частот можно пренебречь. источником низкочастотного излучения являются генераторы переменного тока. Применяются при плавке и закалке металлов. Радиоволны Радиоволны занимают диапазон частот от двух на десять четвертой степени до десять девятой степени герц. Им соответствует длина волны 0,3 до 1,5 на десять четвертой степени метров. Источником радиоволн также как и низкочастотного излучения является переменный топ. Также источником является генератор радиочастот, звезды, в том числе Солнце, галактики и метагалактики. Индикаторами является прибор Герца, колебательный контур. Большая частота радиоволн по сравнению с низкочастотным излучением приводит к заметному излучению радиоволн в пространство. Использовать их для передачи информации на различные расстояния. Передаются речь, музыка, телеграфные сигналы, изображения различных объектов, что соответствует областям применения. Радиовещание, радиосвязь, радиолокация. Радиоволны используются для изучения структуры вещества и свойств той среды, в которой они распространяются. Исследование радиоизлучения космических объектов предмет радиоастрономии. В радиометрологии изучаются процессы по характеристикам применяемых волн. инфракрасное излучение инфракрасное излучение. излучение занимает диапазон частот от 3 на 10 в 11 степени до 3,85 на 10 в 14 степени герц. Им соответствует длина волны 780 нанометров до 1 миллиметра. Инфракрасное излучение было открыто в 1800 году астрономом Уильямом Гершелем. Изучая повышение температуры термометра, нагреваемого видимым цветом, Гершель обнаружил наибольшее нагревание термометра вне области видимого света, за красной областью. Невидимое излучение, учитывая его место в спектре, было названо инфракрасным. Источником инфракрасного излучения является излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях. Мощный источник инфракрасного излучения Солнце. Около 50% его излучения лежит в инфракрасной области. На инфракрасное излучение приходится значительная доля от 70 до 80% энергии излучения ламп накаливания с вольфрамовой нитью. Инфракрасное излучение испускает электрическая дуга и различные газоразрядные лампы. Излучение некоторых лазеров лежат в инфракрасной области спектра. Индикаторами инфракрасного излучения являются фото- и терморезисторы специальные фотоэмультии. Инфракрасное излучение используют для сушки древесины, пищевых продуктов и различных лакокрасочных покрытий. Инфракрасный нагрев для сигнализации при плохой видимости дает возможность применять оптические приборы, позволяющие видеть в темноте, а также при дистанционном управлении. Инфракрасные лучи используются для наведения на цель снарядов и ракет, для обнаружения замаскированного противника. Эти лучи позволяют определить различия температур отдельных участков поверхности планет, особенности строения молекул вещества, спектральный анализ. Инфракрасная фотография применяется в биологии, при изучении болезней растений, в медицине, при диагностике кожных и сосудистых заболеваний, в криминалистике, при обнаружении подделок. При воздействии на человека, вызывает повышение температуры человеческого тела. Видимое излучение или свет. Видимое излучение единственный диапазон электромагнитных волн, воспринимаемый человеческим глазом. световые волны занимают достаточно узкий диапазон от 380 до 780 нанометров. Частота видимого излучения лежит в пределах от 3,85 на 10,14 степени до 7,89 на 10,14 герц. Источником видимого излучения являются валентные электроны в атомах и молекулах, имеющие свое положение в пространстве, изменяющие свое положение в пространстве, а также свободные заряды, движущиеся ускоренно. Эта часть спектра дает человеку максимальную информацию об окружающем мире. По своим физическим свойствам, она аналогична другим диапазонам спектра, являясь лишь малой частью спектра электромагнитных волн. Излучение, имеющее разную длину волны, частоты в диапазоне видимого излучения, оказывает различное физиологическое воздействие на сетчатку человеческого глаза, вызывая психологическое ощущение света. Свет не свойство электромагнитной световой волны само по себе, а проявление электрохимического действия физиологической системы человека, глаз, нервов, мозга. Приблизительно можно назвать семь основных цветов, различаемых человеческим глазом, в видимом диапазоне. В порядке возрастания частоты излучения красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Запоминание последовательности основных цветов спектра облегчает фраза, каждое слово которое с первой буквы обозначает название основного цвета. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Видимое излучение может влиять на протекание химических реакций в растениях и в организмах животных и человека. Видимое излучение применяется при освещении Светлячки и некоторые глубоководные рыбы за счет химических реакций в организме. Поглощение растениями углекислого газа в результате процесса фотосинтеза и выделения кислорода способствует поддержанию биологической жизни на земле. Также видимое излучение применяется при освещении различных объектов. Свет источник жизни на земле и одновременный источник наших представлений об окружающем мире. Ультрафиолетовое излучение Ультрафиолетовое излучение невидимое глазом электромагнитное излучение занимающее спектральную область между видимым и рентгеновским излучением. В пределах длин волн от 10 до 380 нанометров с частотой в пределах от 8 на 10 14 степени до 3 на 10 16 степени герц. Ультрафиолетовое излучение было открыто в 1801 году немецким ученым Иоганом Риктером. Изучая почернение хлористого серебра под действием видимого света, Риктер обнаружил, что серебро чернеет еще более эффективно в области находящейся за фиолетовым краем спектра, где видимое излучение отсутствует. Невидимое излучение, вызвавшее это почернение, было названо ультрафиолетовым. Источник ультрафиолетового излучения валентные электроны атомов и молекул также ускорено движущиеся свободные заряды. Излучение накаленных до температур 3000 кельвинов твердых тел содержит заметную долю ультрафиолетового излучения непрерывного спектра, интенсивность которого растет с увеличением температуры. Более мощный источник ультрафиолетового излучения любая высокотемпературная плазма. Для различных применений доступные ксеноновые и другие газоразрядные лампы. Естественные источники ультрафиолетового излучения Солнце, звезды, туманности и другие космические объекты. Однако, лишь длинноволновая часть их излучения, приходящаяся на длину волны более чем лампы. 290 нанометров достигает земной поверхности. Для регистрации ультрафиолетового излучения при лямпда равном 230 нанометров используются обычные фотоматериалы. В более коротковолновой области к нему чувствительны специальные малозелатиновые фотослои. применяются фотоэлектрические приемники, использующие способность ультрафиолетового излучения вызывать ионизацию и фотоэффект. Фотодиоды, ионизационные камеры, счетчики фотонов, фотоумножители. В малых дозах ультрафиолетовое излучение оказывает благотворное оздоровительное влияние на человека, активизируя синтез витамина D в организме, а также вызывая загар. Большая доза ультрафиолетового излучения может вызвать ожог кожи и раковые новообразования. В 80% излечения. Кроме того, чрезмерное ультрафиолетовое излучение ослабляет иммунную систему организма, способствует развитию некоторых заболеваний. Ультрафиолетовое излучение оказывает также бактерицидное действие. Под действием этого излучения гибнут болезнетворные бактерии. Ультрафиолетовое излучение применяется в лиминесцентных лампах в криминалистике. По снимкам обнаруживают подделки документов. В искусствоведении с помощью ультрафиолетовых лучей можно обнаружить на картинах невидимые глазом следы реставрации. Практически не пропускает ультрафиолетовое излучение оконное стекло, так как его поглощает оксид железа, входящий в состав стекла. По этой причине даже в жаркий солнечный день нельзя загорать в комнате при закрытом окне. Человеческий глаз не видит ультрафиолетовое излучение, так как роговая оболочка глаза и глазная линза поглощает ультрафиолет. Ультрафиолетовое излучение видят некоторые животные, например, голубь ориентируется по солнцу даже в пасмурную погоду. Рентгеновское излучение Рентгеновское излучение это электромагнитное ионизирующее излучение, занимающее спектральную область между гамма и ультрафиолетовым излучением. В пределах длин волн от 10 минус двенадцатой степени до 10 минус восьмой степени метра. Частота от 3 на 10 в шестнадцатой степени до 3 на 10 в двадцатой степени Гц. Рентгеновское излучение было открыто в 1895 году немецким физиком рентгеном. Наиболее распространенным источником рентгеновского излучения является рентгеновская трубка, в которой ускоренные электрическим полем электроны бомбардируют металлический анод. Рентгеновское излучение может быть получено при бомбардировке мишеней ионами высокой энергии. В качестве источников рентгеновского излучения могут служить также радиоактивные изотопы, синхротроны, накопители электронов. Естественными источниками рентгеновского излучения являются Солнце и другие космические объекты. Изображения предметов в рентгеновском излучении получают на специальной рентгеновской фотопленке. Рентгеновское излучение можно регистрировать с помощью ионизационной камеры с инсуляционным счетчиком вторично электронных или каналовых электронных умножителей микроканальных пластин. Благодаря высокой проникающей способности рентгеновское излучение применяется в рентгеноструктурном анализе, исследовании структуры кристаллической решетки, при изучении структуры молекул, обнаружении дефектов в образцах, в медицине, рентгеновские снимки, плюрография, лечение раковых заболеваний, в дефектоскопии, обнаружении дефектов в отливках, рельсах, в искусствоведении, обнаружение старинной живописи, скрытой под слоем поздней росписи, в астрономии, при изучении рентгеновских источников, криминалистики. Большая доза рентгеновского излучения приводит к ожогам и изменению структуры крови человека. Создание приемников рентгеновского излучения и размещения их на космических станциях, позволило обнаружить рентгеновское излучение сотен звезд, а также оболочек сверхновых звезд и целых галактик. Гамма-излучение или гамма-лучи. Гамма-излучение коротковолновое электромагнитное излучение, занимающее весь диапазон частот свыше 3 на 10 двадцатой степени герц, что соответствует длинам волн менее 10 минус 12 степени метров. Гамма-излучение было открыто французским ученым Полем Виларом в 1900 году. Изучая излучение радио в сильном магнитном поле, Вилар обнаружил коротковолновое электромагнитное излучение, не отклоняющееся, как и свет, магнитным полем. Оно было названо гамма-излучением. Гамма-излучение связано с ядерными процессами, явлениями радиоактивного распада, происходящими с некоторыми веществами, как на Земле, так и в космосе. Гамма-излучение можно регистрировать с помощью ионизационных и пузырьковых камер, а также с помощью специальных фотоэмульсий. Используется при исследовании ядерных процессов в дефектоскопии. Гамма-излучение отрицательного действует на человека. для закрепления материала, для обобщения систематизации, предлагается заполнить сравнительную таблицу различных диапазонов электромагнитных излучений. В таблице отражены характеристики электромагнитных излучений различных диапазонов, источники, главные свойства, присущие данному диапазону, и область применения. На следующем слайде вы можете проверить заполнение таблицы. Следующим заданием является расчетная задача. Телецентр города Ускамногорска передает две несущие волны. Несущая волна изображения с частотой излучения 93,4 кГц. Несущая волна звука с частотой 94,4 кГц. Определить длинный волн, соответствующий данным частотам излучения. Прежде чем решить задачу, переводим единицы измерения в систему C. Частота соответствующая первой несущей волне 93,4 герц. Частота соответствующая второй несущей волне 94,4 герц. Скорость распространения электромагнитных волн 3 на 10,8 м. Найти длину волны. Длину волны рассчитываем по формуле скорость излучения излучения деленное на чистоту. Получаем длинный волн, соответствующий 0,321 на 10,4 степени метров и 0,318 на 10,4 степени метров. Спасибо за внимание. Аминь.